Доброе утро! С вами я, Вера Станкевич, и 33-й выпуск «Завтрака с Библией». Сегодня утром я, как обычно, проводил тренинг для нашей группы. Мы проводим марафон, который называется «100 бесплатных тренингов личностного роста». И по итогам пяти тренингов я увидел, что очень мало людей из тех, кто заявили, что они «да», будут участвовать в тренинге. Это значит, будут выполнять и домашние задания тоже. Выполняют домашние задания. По большей части в ответ на то, почему не выполняются, звучат всяческие оправдания. Я в процессе переезда, у меня там в доме коробки, у меня там нет денег, у меня нет времени, у меня нет возможностей, мне мешают, я уезжал, я был за городом и так далее. И остались еще записи у меня за стеной на доске, когда я рисовал, что происходит. Это самые последние уже записи. Так вот, весь этот тренинг сегодняшний, он был фактически тренингом обличения. И для меня было совершенно неудивительно то, что большинство людей очень сильно обиделись на то, что я говорил. Начали призывать меня, что я должен лучше знать женскую психологию, я должен лучше разбираться в том, как женщины себя чувствуют, что они эмоциональны и так далее и тому подобное. Совсем согласен, но дело в том, что модель поведения, которая называется реакция на обличение, она очень интересно проявляется в людях. Причем вот каждый раз я постоянно провожу такие тренинги обличения периодически со своими группами для того, чтобы показать, где у человека проблема. И всегда на одном и том же месте, где я говорю, что человеку нужно что-то в своей жизни изменить, то есть он должен какие-то модели поведения пересмотреть, соответственно, они поменяют ему образ мышления, они вызывают реакцию обиды, может быть, злости и так далее. И, вы знаете, я каждый раз убеждаюсь в том, что царь Соломон писал свои притчи, а также и книгу «Экклезиаста», он был прав, что на самом деле нет ничего нового в подлунном мире. И в его притчах 19 глава, 20 стих написано «Слушайся, советы и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». И, вы знаете, вот те, кто слушали обличение, сразу поделилась публика в этом тренинге, те, кто слушали, кто это восприняли как обличение, то есть восприняли это в сегодняшний тренинг именно как то, что показывает им, где их ошибки. И я как бы не просто говорил, а вот вы там тут неправильно, тут неправильно, тут неправильно делать, я прям дал прямо выход из положения, то есть если у вас вот так, то нужно сделать вот так, если так, то нужно сделать вот так и так далее. И вот это вот то, что ничего по лунному мире нового нет, каждый раз, на каждом моем тренинге, когда я делаю такой тренинг обличения, постоянно публика делится на две категории. Те, кто начинает резко быть против, из-за их большинства. И то есть они обижаются, начинают там, а вот, да вы такой, да мы на вас рассчитывали, а вы идут нас опускать, там и так далее. И другая половина, которая реально что-то делает, реально старается, которая, я всегда говорю, лучше сделать плохо, но на 100%, чем на 10%, но хорошо. И они начинают как бы за меня вступаться. Я вот сейчас последней фразой, перед тем, как начать эту трансляцию, написал в чате, что обратите внимание, что вы по большей части обсуждаете меня и то, что я сказал, чем вопросы того, как изменить вашу жизнь. И почему я сегодня об этом заговорил, потому что, когда я разговариваю с верующими или неверующими людьми, когда начинаешь человеку говорить, что причина его неудач, причина его каких-то проблем, она кроется совсем не во внешних факторах, а в нем внутри самом. То есть, особенно касается верующих, которые приходят на проповеди, есть проповеди обличения, но не выходят туда, вот он такое сказал, он мог такое сказать. И сразу видно, как группа делится на две части. Те, которые говорят, нет, он правильно сказал, потому что вот так, и вот так другие говорят, что да нет, он не мог этого сказать, потому что так далее. И почему такая реакция? Потому что обличение, оно всегда вызывает агрессию. И это нормально, потому что люди не любят, когда они пытаются каким-то образом скрыть свое отношение к чему-то, свое поведение, свои какие-то недоделки. И когда начинаешь говорить о том, что здесь что-то не так, там что-то не так, и показываешь им выход из положения, это меняет положение этого человека в отношении своей зоны комфорта. И когда начинаешь это обличение ему рассказывать и давать ему советы, он понимает, что теперь он не может оставаться в той же зоне комфорта. Ему нужно из нее выходить. И для того, чтобы из нее выйти, ему нужно предпринять какие-то другие действия. И именно это ведет к мудрости, да, то есть знать, что ведет к проблемам и что ведет к хорошим результатам, и обличаться вот таким вот образом, слушать советы, становиться мудрым. Поэтому это хорошо, когда у вас что-то происходит подобное в вашей жизни. Всегда следите за обличениями, всегда следуйте советам. Именно это сделает вас мудрыми. Ну вот так вот сегодня полубизнес, полупроповедь такая получилась. Но на самом деле я считаю, что я сегодня доволен своим тренингом, потому что он действительно обличил многих. И вот это вот разделение моментальное на две группы за и против, оно показывает, что да, действительно, мир делится на две части. Те, кто слушает советы и делает, и те, кто не слушает советы и обсуждает людей. Будьте с той стороны, с первой, которые слушают совета и делают, и не обижаются на него. Ну, это вот все, что я хотел вам сказать. Спасибо вам за внимание. Сегодня был 33-й выпуск нашей программы «Завтра от Библии». Приходите завтра, и мы поговорим еще о чем-нибудь, что я вычитал в Библии или Господь положил на сердце в результате наших действий или мыслей. Всего доброго. С вами был Игорь Станкевич. Пока.